что контент продолжается я вышла с лучевой терапии сейчас иду домой муж переживал говорит после того как выйдешь ты только меня пожалуйста узнай я его спросила когда вышла оттуда спросила его ты кто ты чинешь его спросила прикольнулась значит долилась это все часа ну полчаса если учитывать время пока меня вот выйти маски там прикручивали закручивали меня маской к столу все нормально помещение никакой не страшная нормальная дышится нормально начали конечно же такой приступ паники поймала мне казалось что у меня пересохло очень сильно горло и что у меня сейчас и из носа покатится извините за подробности сопли и какие буду глотать если я там захлебнусь и всякие дела но потом я начала себе уме пытаться сама себя расслабить и получилось дышала глубоко вначале потом дышала абсолютно нормально все прошло хорошо значит кровать крутится вертится то немного влево скрипя то немного вправо то немного вот под какие-то углы когда кто-то дирижирует сто процентов там такая зеркальная штука но вот как окно или даже не зеркальная ну по-моему вот как в полиции в американских сериалах вот он такое вот окно и кто-то с тобой наблюдает из вне кто-то за монитором мне кажется что кто-то там дирижирует этой кроватью направляют этом направо налево и когда включаются лучи слышен такой единственный дискомфорт это то что это пластиковая зараза нагревается нагревается когда начинают пулять туда лучи но самый шок я вам не сказала значит я только прихожу туда меня вызывает врач ровно в три часа вызывает меня врач показывает мне там кабину я раздеваюсь он открывает с той стороны кабинки и говорит мне надо пару деталей от вас узнать чтобы убедиться еще один раз что это вы скажите мне пожалуйста там год рождения там дату рождения но все сказала он говорит не он она говорит ну значит сегодня мы вам будем делать лучевую терапию первый последний сеанс мэр демна торт говорит ну в общем то все вы знаете только вы еще не знаете то что кроме той метастазы о которой вы знаете появились еще 2 не появились а мы нашли еще 2 и так я и точно не не знаю значит после процедуры меня вызвал уже другой врач чтобы все уже спокойно мне объяснить долго мы с ним там беседовали никто не знает эти две маленькие маленькие но в других местах не где-то близко я вначале перед процедурой подумала что они где-то там рядышком потому что она мне говорит мы увидели еще 2 ягру сколько сантиметров миллиметров она говорит там вообще маленькие окей игру меня нету просто заключение последнего мрт я пошла на мрт туда куда вы меня направили мне сказали через день или через два прийти на коты сюда в клинику и мол что все эти результаты уже все что они там увидели на мрт сразу эти все данные высылаются вами мне никто не сказал когда я пришла на кт мне никто не дал заключение я сегодня первый раз слышу а сколько там какие они она говорит а там вообще маленькие после того как это все пройдет можете взять заключение у нас окей значит и уже после этого а все говорю и все что бу 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 и не по делу она мне сразу сказала что облучать будем все три сегодня же если надо приходить еще один раз сразу сегодня же и мы это все сегодня сделали за хренячили им двадцать грей для метастазов это дохрена конечно же и для человека для меня это тоже может быть дохрена может тошнить может болеть голова может немножко так человек терять ориентацию надо принимать дексаметазон чего они так боятся они так долго думали на 4 миллиграмма мне прописали так долго думали три раза в день или все-таки убавить все-таки только два раза в день три дня или только два дня хватит я хотела сказать кому он ребята у нас блин этого дексаметазона пихают в нас по 8 миллиграмм два раза три раза в день перед каждой капельницы им как бы нормально все что это гормон ну и что как бы ну а что есть альтернатива какая-то где альтернатива чтобы поднять лейкоциты для всего везде хорош дексаметазон значит сегодня утром я уже выпила 8 миллиграмм у меня дома было 8 миллиграмм я заказала и этот 4 конечно же что сегодня утром перепутала я уже когда посмотрела позже на план смотрю а там только 4 достаточно но они боятся что это гормон после процедуры я зашла к врачу врач был молодой он мне не смог ответить то есть неужели эти две заразы маленькие появились вот в этом промежутке времени 1 мрт был 22 февраля 2 мрт был 8 марта неужели эти вот 2 заразки появились между делом либо же но это два разных аппарата было и аппарат этот 2 типа более современный и еще сам тип мрт там какое-то слово было я сейчас даже на немецком не вспомню более детальный что же там что-то было вот отмечено чтобы там по-другому как посмотрели может быть там где я была в прошлый раз может там не такое мрт потому что зависит поэтому надо мониторе всегда на одном аппарате сегодня сразу же мне дали записи на следующий раз они мне объяснили что обычно это делается через три месяца но так как вот эти две заразы новые поэтому и извините за слова это у меня пост лучи из-за того что вот эти две новые появились два новых очага будем делать это раньше через два месяца и меня уже записали на мрт и на ну к ним на прием но надо были начинать лечением надо начинать и надо срочно начинать ну вот и на следующей неделе в начале иду к врачу своей новой и будем это все решать когда уже что да как вам об этом тоже сообщу все это все новости на сегодня иду домой буду монтировать влог пока чувствую себя хорошо прилив сил какой-то пришел потому что я ну где-то там в подкорке ощущаю что я тут этого врага бандита или трех бандитов поймала у меня сразу адреналинчик а что будет позже я не знаю после лучей ну это как бы почти у всех что прям такая усталость приходит сильная-сильная неконтролируемая все всем покеду жду вас у себя на канале всем тём-тём